Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Торопрогноз Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Карты не расскажут о личной истории каждого из вас. Но у нас сегодня колода карт 78 дверей. Основное значение имеют двери открыты или закрыты. И какой ключ нужно подобрать, чтобы эти двери были открыты перед нами. Или, может быть, куда-то и не стоит торопиться. Вот мы сейчас с вами узнаем. И поэтому я искренне надеюсь, что вы сумеете свою жизненную историю переложить на эту метафору. И подсказки для вас определенно какие-то будут. Основные вопросы мы зададим. Неожиданности на неделе. Что важно знать, что скрыто. И по основным сферам жизни достанем карты. Словно попросим карты указать нам направление. В каком ритме, в каких энергиях, может быть, для вас будет проходить эта неделя. Первая карта. Что важно знать. Чем вам придется, может быть, заниматься. Уделять ли мания на неделе. Чего не избежать. Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать. А что вам будет помогать. Что скрыто. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Деньги, финансы. И личная жизнь. Итак, что же важно знать. Шикарная шестерка Пентакли. Знаете, тут какие-то обстоятельства могут сложиться. Как с помощью высших сил. Как будто вам действительно вот те дары. Пространство, время, вселенная, судьба. Назовите как угодно. Как счастливая какая-то случайность. Или не случайная случайность. Или удобный случай, момент. Как какая-то оказия. Сами по себе подарки или получение денег. Вообще в других колодах это одна из самых лучших карт на работу и на деньги. Но нам здесь показано как будто хижина. И семья достаточно небогатая. И они открывают сами двери. И на пороге их как раз ожидает очень приятный сюрприз. Двери, заметьте, открываете вы сами. И значит от ваших приложенных усилий. Или когда вы используете какой-то благоприятный момент. Будет зависеть конкретно ваше качество жизни. Или решение каких-то материальных, жилищных или имущественно-денежных вопросов. Неожиданности. Да вы маги-волшебники. У нас закрыта дверь. Но нам показан маг, который знает как ее открыть. От может быть пассов рук или кодового слова. Эта дверь открывается опять же все в вашей власти. Тут действительно какие-то возможности. Или ваше окончательное решение, мои дорогие. Но тут Жезлов в первую очередь. Это как либо инсайт, который открывает перед вами новые перспективы. Или в реальной жизни вот тут что-то на этой неделе. Как согласовать, как договориться, как заработать деньги, получить деньги. Или, ну, может быть, какой-то документ тоже подписать. Да все в вашей власти. Очень удачная неделя. Чему сейчас не время? Да нет ничего того, чему бы сейчас не было времени. Единственное по десятке пентаклей. Я бы сказала, это деньги будут. Это правда подтверждают. И здесь есть какой-то прогресс. Но, может быть, не время их тратить на этой неделе. Вот сказал бы так. Но, по сути, нет ничего того, чтобы вам могло помешать. Разве что для кого-то может помешать, когда ваша семья или в виде ваших родственников или чужого мнения может на вас как-то воздействовать, переключая ваше внимание со своих каких-то вопросов на вопросы семьи или на вопросы, которые даже не ближайших родственников, а какие-то далекие вопросы. Не ваши именно пары или ваших детей, а когда вообще как-то так шире, глобальней ваши родственные связи поставят перед вами какую-то многогранную задачу. Все же карты говорят о том, что у тебя сейчас удачный период жизни. И где-то карта-то это подтверждает. Но энергию свою не растиражировать в разные стороны, как и деньги, вот это будет со знаком плюс. А что же вам будет помогать? Вы знаете, мои дорогие представители знака Зодиака Рак, у вас здесь какой-то прорыв финансовый может быть. Это карта самодостаточности. Посмотрите, прекрасная девушка, элегантная, открывает двери богатого дома паре. Она сама открывает двери. И она сама как бы командует этим парадом собственной жизни. И полный достаток – это карта самодостаточности. Это карта успеха в личном деле, в построении бизнеса, росте вашей популярности. Это когда у вас все под контролем, когда сегодня у вас стабильно. И на завтрашний период времени вы как будто тоже себе как минимум какую-то финансовую стратегию. Не просто подушку безопасности. Нет, здесь все значительно крупнее по этой карте. А когда вообще моя жизнь – это полный порядок. И я все контролирую, у меня все получается. Вот это помогает. Может быть, стремление к таким энергиям. Может быть, нам и говорят, ты пока на этой неделе не трать деньги. Как будто на пороге стоит что-то более важное. Или какой-то важный выбор. Или какая-то возможность. Но решение принимать как будто вам. Или какой-то выбор делать, может быть, вам. Но если про работу, про бизнес, про деньги, хотя отчасти и семья нам показана, значит, все равно какие-то вопросы своей личной жизни так или иначе вы решите. Но вообще дом – полная чаша. Вот буквально, мои дорогие, что скрыто? Популярность ваша, поездка какая-то. Карта колесницы говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только полный вперед. Отпускай прошлое, не имеет оно никакого значения. Не устраивай себе какую-то глубокую философию. Не теряй какого-то момента, мои дорогие. Используй все то, что вот тебе приходит на данный момент жизни. Вообще сама по себе, с учетом карты колесницы, может быть динамичной недели. С одной стороны, вроде бы все шло вот так спокойно, но где-то, значит, на неделе дела ваши могут ускоряться. Может быть, конкретно какая-то поездка будет очень важна для вас. И вам придется быстро собраться и куда-то отправиться. Давайте мы посмотрим дела, работы, бизнес. Что для вас скажут карты? Рыцарь Кубков. Тут, правда, на что-то надо решиться. Причем, знаете, словно попробовать разобраться в каком-то вопросе. Рыцарь Кубков. И если мы говорим про двери, как будто вот за этим водопадом находится грот. И мы стремимся туда войти, вот как рыцарь Кубков. И для того, чтобы туда попасть, нам нужно через вот этот ледяной душ как будто, ну, перейти. Это не очень приятно. И карта нам не говорит, что или не гарантирует того, что удвиненное нами нас порадует. Поэтому, может быть, и есть какие-то сомнения у вас, мои дорогие. Но я бы сказала, тут вам точно обстоятельства по судьбе вас куда-то ведут. И, значит, если и суждено быть этому душу, тогда вы увидите какую-то реальность. Но узнать вы ее сможете только тогда, когда вы совершите этот путь. У кого-то это будет связано непосредственно с перемещением или поездкой куда-то. И разбирательствами по факту в определенной местности. Но карта о чем говорит? Мы не должны бояться этого холодного душа или холодного ледяного водопада. Только лишь потому, что мы еще не знаем, что мы увидим. Нам как будто нужно идти вперед. Но все же рыцарь кубков говорит чаще о хорошем настроении. О том, что у нас, скорее всего, получится осуществить какой-то проект. Потому что еще и вдобавок все карты, они вот как раз в сторону радости, в сторону благополучия. В сторону, ну, помощи высших сил. В сторону того, что мы останемся чем-то точно довольны. И как будто прогресс-то тоже есть. А что по финансам? Хотя по финансам все рассказали. Ваша карта, мои дорогие. Король кубков. И тут, правда, ваши действия будут важны. Нам показан русал, который, видимо, ждет свою русалочку. Поднимает кубок и представляет, как ему было хорошо. Дверь, обратите внимание, в грот открыта. Нет препятствий. Но он где-то в воспоминаниях. Вообще по карте короля кубков это баланс между эмоциями и материализмом каким-то. Вот это будет для вас важно. Или по финансам. Просто поскольку выпадает ваша карта-сигнификатор, как будто есть уже планы, куда потратить деньги. Но карта упорно говорит, если это какая-то крупная покупка, все же у нас десятка пентаплей, деньги есть, да, то ты как будто просчитаешь что-то. Да, может быть, это очень, знаете, эмоционально нам хочется что-то приобрести. Или, может быть, это и по поводу недвижимости где-то. И вариант такой, который вас, но зацепил капитально. Уже прямо вы себя там что-то представляете. Но представлять не надо. Надо вот переложить на какую-то реальность, материализм, может быть, что-то просчитать. И все-таки не торопиться, я бы сказала так. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни. А в личной жизни новые берега. Карта, посмотрите, маяк изображен. Тройка жезлов. Это уверенная позиция, сильная позиция. Недаром еще и девятка пентаплей. И, знаете, для кого-то действительно из вас будет либо поездка, либо переезд. Может быть, вместе с вашей семьей. Или, может быть, вы к человеку к своему поедете. Или в вашей какой-то личной истории. Тут будут уже новые планы. По тройке жезлов мы что-то оставляем, словно за плечами в прошлом. Вот вам аркан, колесница. И полный вперед. Но нет еще быстрых действий по этой карте. Нам нужно, правда, тоже что-то просчитать. Просчитать, чтобы с чем-то не ошибиться. И здесь больше касается ваших действий именно. Но для кого-то из вас это может быть та история, когда вы будете очень притягательны. Для кого-то из вас, кто знает, может быть, на этой неделе состоится какое-то знакомство. Хотя это не для всех далеко. Почему? С одной стороны, маяк – это вы к себе притягиваете людей. И могут быть знакомства и по работе. Не обязательно по личной жизни, хоть и нам в этой позиции выпадает карта. Но есть и такое значение, что пока рано делать выводы, чтобы для кого-то из вас это новое знакомство не обернулось с каким-то холодным душем. Вот этот момент. То есть не ставить каких-то грандиозных планов по новому знакомству, я могу сказать точно. Ну, а для тех, у кого уже все сложилось в отношениях, то тут, ну, вот прогрессивное развитие. И ваша сильная позиция на этой неделе. У вас, мои дорогие, вообще 24-й год, очень удачное время. И не только 24-й, а еще и 25-й. И не только 25-й, еще половина года, почти половина 26-го. Потому что Юпитер будет в вашем знаке. И прекрасное время свою, ну, мечту или как сказку сделать былью. И это более чем реально. Перекладывайте на себя, мои дорогие. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.